Дневной разворот 1107 в Кирове. Володя благосклонно уступил мне право первого слова. Это Владимир Сметанин. И Юлия Афанасьевна. Ну что же, благосклонно. Это все в рабочем режиме, все в рабочем порядке. Здрасте, наши уважаемые слушатели. Приветствуем вас. 1107, действительно, 17 октября сегодня. Несколько слов хочется сказать в втором часе. Дыхание зимы, да, вот уже чувствуется. Нет, я пока не чувствую дыхание зимы. Я думаю, что общественники, инициаторы общественных проектов по благоустройству уже подводят кое-какие итоги своей работы в этом году. И готовятся считать, сколько снега вывезено зимой. По-моему, это все-таки несколько другая тема. Мы сегодня во втором часе после 12.05 хотим вспомнить действительно общественные проекты благоустройства нашего города, которые реализовывались в этом году. Это и проект 30 скверов, и благоустройство парка у дворца пионеров, и много чего еще было сделано. В общем, некоторых из этих активистов мы пригласили в нашу студию. Они будут после 12.05. Ну, а первой темой у нас просто прекрасная, на мой взгляд, история. В Кирове состоится лицейский экономический форум. Это история о том, что в Киров приедут основоположники эконом-теории в России. История о юбилее Кировского экономико-правового лицея. Я предупреждаю, что я буду сегодня очень пристрастна, потому что я его выпускница. Можно? Можно. Можно, нужно. И сегодня у нас в гостях Надежда Александровна Чернышева. Это директор Кировского экономико-правового лицея. Надежда Александровна, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. И Татьяна Катаева-Платунова, начальник отдела маркетинга «Вятка-Банка». И также организатор лицейского экономического форума. ПАО «Норвикбанк». Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мне хочется спросить, какой ученицей была Юля сразу? Ага. Я ожидала подвоха. Раз уж она заявила о своем пристрессе. Прекрасная ученица. Она училась, с медалью закончила лицей. Она не только училась прекрасно, она всегда активно участвовала во всех мероприятиях. Поэтому я ее очень хорошо помню. И она носила пирсинг под бровью четыре страза. Я помню, она осталась у нас на кадрах ГДРК. Это дозволялось? В архиве. В Кэпле все дозволялось. Даже демократичная атмосфера была и есть, остается. Есть, остается. И мне кажется, это одна из тех вещей, которые отличают лицея от всех остальных школ. Там самовыражение приветствуется, самовыражение в одежде в том числе. Кстати, у вас сейчас есть форма? Нет. Слава богу. Татьяна Катайева-Клатунова перекрестилась. Как лицейская мама я перекрестилась. Слава богу. Мероприятие, мы понимаем, очень серьезное и очень ответственное. Приуроченное к 25-летию кировского экономика правового лица. И давайте сразу начнем. Что же с собой будет представлять этот форум? Стартует он уже завтра, 18-го числа. И вот до эфира мы выяснили, что гость, по крайней мере, один уже сегодня приезжает. И от имени этого человека, ну, прям, наверное, содрогаются многие. Я имею в виду Владимира Автомонова. Это научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, член Российской академии наук, учебник, автор учебников и всевозможных... Автономов только он. Ой, автономов, простите. И он в Википедии, кстати. Автономов, да. Автономов, да, простите. Да. Вот сейчас учебники как раз вспоминали. Да. Написанные им, по которым... Написанные им, по которым еще я училась. Поэтому у меня действительно это имя вызывает такой трепет. Ну, давайте по порядку пройдем. Да, наверное, может быть немножечко такое коротенькое вступление. Дело в том, что вот в течение этих 25 лет у нас сложился целый ряд традиций. И одной из традиций является то, что празднование круглых дат мы всегда сопровождаем какими-то грандиозными мероприятиями. От муниципального до международного уровня. И вот 25-летие мы решили встретить таким первым экономическим форумом на территории Кировской области. И я думаю, что эта проблема, она очень серьезная. И вот впервые мы решили поднять вопрос и обсудить проблему качества экономического образования и качества экономического развития области вот на этом форуме. Ну, замахнулись. Да. Что называется, ни много, ни мало. Такой уровень. Вообще, на самом деле, в Киров едет целая делегация из Высшей школы экономики. Это институт, название которого звучит наряду с МГУ и МГИМО, где самое сильное, пожалуй, экономическое образование в стране. Все студенты, которые, ну, все абитуриенты, точнее, которые изучают экономику, социологию, маркетинг, все мечтают туда попасть на самом деле. Как вам удалось их к нам заманить? Ну, во-первых, у нас очень долгая история взаимного сотрудничества. Начнем с того, что Высшей школе экономики тоже 25. Мы родились в одно время. И мы практически параллельно шли вот в этом развитии своем. Конечно, нас сравнивать с Высшей школой экономики нельзя, но у нас есть очень тесные точки соприкосновения и время. Наши отношения проверены временем. Это очень важно. Поэтому они все с удовольствием приехали к нам на юбилей. Ну, все начиналось, в общем-то, в непростые годы. Да. 92-й. Ну, кто помнит, тот помнит. Очень во многих сферах такой был разброд. И действительно, очень серьезно, что уже 25 лет прошло. С той поры это путь действительно успеха. А в настоящее время выпускники КЭПЛа насколько активно в Высшие экономические учебные заведения поступают? Практически 70% выбирают профиль лицея для дальнейшего образования. Хотя, вот то, что не 100%, а именно 70% говорит о том, что у ребят есть возможность выбора. И они выбирают самые разные направления в своем дальнейшем образовании. И это прекрасно. Я хотела спросить, когда я училась, у нас, конечно же, все грезили поступлением в Вышку. Это было, что называется, стопроцентным успехом. Сейчас лицеисты также мечтают туда поступать? Да, конечно. Уже какие-то другие приоритеты. Конечно, также поступают в Вышую школу экономики. Примерно так же, примерно около 20-25 человек ежегодно поступают в это учебное заведение. Но так как у нас сейчас выпускников стало больше, у нас уже 5 выпускных классов. Поэтому, конечно, выбор очень большой. И сейчас есть другие престижные вузы с экономическим направлением. Это и финансовая академия при правительстве, это и Плеханово университет. То есть ребята поступают и на экономические, и на юридические направления с огромным удовольствием и с большим успехом. Кстати, можно подтвердить, в этом году вышел рейтинг 200 учебных заведений, выпускники которых поступают в самые престижные учебные заведения. Мы вошли в этот рейтинг. 200 российских школ, выпускники которых, понятно. То есть это подтверждает то, что действительно наши ребята конкурентоспособны на рынке экономического образования. И это очень важно. Давайте поговорим в целом о тех, кто приедет на данный форум. Наверное, к Татьяне, как к организатору, уже зададим этот вопрос. Ну, звездный состав вышки мы ждем, конечно, это давние друзья лицея. И, ну, тут, наверное, все-таки вопрос больше Надежды Александровне, потому что это очень близкие. Ну и Надежда Александровна тоже успеет. Но мы все гордимся, конечно, у нас, помимо нашего хедлайнера, профессора Автономова, у нас приезжает звезда лицея, сейчас звезда высшей школы экономики, это Данил Александрович уже Федоровых. Это очень одаренный ребенок, который еще в школе, в лицее уже, в общем, всех удивлял своими знаниями. Сейчас его называют популяризатором экономических знаний в Европе, его знают в российских регионах, он ездит, он создатель сайта вообще для школьников по экономике. Он организует летние школы по экономике, олимпиады. Сейчас Надежда Александровна перед эфиром сказала, что он уже будет одним из организаторов международной олимпиады по экономике. И, конечно, мы все гордимся такими нашими детьми, потому что Кировская область вообще уникальна именно интеллектуальным каким-то ресурсам. То есть мы доноры федерального центра, к сожалению, пока. Много детей уезжает. Это одна, кстати, будет тема обсуждения на форуме, как сделать так, чтобы наши умные, талантливые дети, которых воспитывают талантливые наши учителя, чтобы они не уезжали из региона, или получив хорошее образование в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, Казани, чтобы они возвращались в Кировскую область, и все-таки, чтобы здесь они применяли свои знания. Мы все об этом мечтаем, и родители, и которые бизнес ведут, и хотят, чтобы дети их приехали и подхватили семейный бизнес. Поэтому Данил, он такой, конечно, индикатор. И мы надеемся, что... Прошу прощения, где-то в районе 30 лет Данилу, раз он заканчивал в 2005 году. То есть он совсем молодой, но очень крутой. И мы, конечно, все будем слушать очень внимательно, он нам много чего, я надеюсь, даст, и детям, потому что дети тоже участвуют в форуме. Мы ждем старшеклассников, не только ведь Кэппл участвует, там будут и ВГГ, и Клён, и ФМЛ, и привезут ребят из Кирово-Чепецкой гимназии номер один, и Слободской лицей номер девять. То есть это те школы региона, где экономика на самом деле тренд, и где понимают, что экономика – это вообще базовая наука в обществе. Ну а помимо Москвы еще, ну, вышки там большая делегация, это самая многочисленная делегация, девять человек их приезжает на юбилей Кэппл и на форум. Приедет еще Томск, Сибирь, совершенно неизвестный регион для наших выпускников. Посмотрим, что у них там, у них там приезжает очень интересный эксперт в области маркетинга, экономики. Она эксперт в аналитике, эксперт в конкурентной разведке, то есть уже звучит… Что такое конкурентная разведка? Вот мы и узнаем. Вот и узнаем, видимо. Да, и вот сегодня она как раз прилетает, это первый гость, которого мы встречаем. Нам интересно, мы даже уже предварительно договорились, что у нас будет встреча в Вяткабанке, то есть мы ждем, что она поделится с нами знаниями очень интересными. Нам сейчас, к сожалению, нужно на небольшой перерыв прерваться. Я напомню, что мы сегодня разговариваем про лицейский экономический форум, который начнется в Кирове уже завтра. Буквально на минутку прервемся и вернемся в студию. Вернемся в студию, продолжим нашу беседу о лицейском экономическом форуме, который запланирован в нашем городе на 18 и 19 октября. Завтра он уже стартует. Мы беседуем с Надеждой Чернышевой, директором Кировского экономико-правового лицея, и Татьяной Катаевой-Платуновой, начальником отдела маркетинга Вяткабанка, организатор собственного форума. Татьяна, и переходим уже к следующим вопросам. Да, я думаю, что нужно напомнить, что на экономический форум едет огромная делегация из Высшей школы экономики. Это люди, имена которых мы в основном видим на учебниках. Владимир Сергеевич Автономов, Тамара Анатольевна Протасевич и один из выпускников КЭПЛа, Даниил Федоровых, теперь Даниил Александрович. И два дня Вы будете разговаривать, в том числе, о том, кому нужны сейчас юристы и экономисты. Так вот, кому? Ну, я думаю, что давайте пока мы поговорим об экономистах. Давайте. Хотя юристы тоже есть. Конечно, да. Это, в общем-то, профиль, который мы выбрали в сложные 90-е, но хорошие 90-е. Я с добрым словом вспоминаю это время. Потому что можно было творить. Что мы сделали. И сейчас мы подводим определенный итог, что, в общем-то, мы сделали правильный выбор. Потому что мы не готовим экономистов и юристов как таковых. Мы готовим людей, которые готовы к взрослой жизни экономически, грамотно и юридически справедливо. Каждому человеку в любой сфере деятельности нужно иметь определенный набор знаний в области экономики и права. И вот это очень важное отличие нашего учебного заведения от других учебных заведений. Ну, а поднимаем вопрос на форуме. Это связано с тем, что, с одной стороны, наше учебное заведение по качеству экономического образования среди школ России занимает третье место. И в то же время наша Кировская область занимает место чуть-чуть пониже. В целом и общему ли, если говорить, о чем идет речь? Надежда Александровна говорит сейчас о качестве школьного экономического образования. То есть, качественное экономическое образование в Кировской области и экономическое развитие, ну, не очень качественное, так скажем. Экономическое образование в общем и целом. Да, да, вот такое противоречие. Почему? С чем это связано? И вот впервые мы хотим эти проблемы поставить завтра перед самыми разными участниками нашего форума. В первую очередь, это, конечно, старшеклассники, это педагоги, это преподаватели высшей школы, да, и бизнесмены, и представители власти. С другой стороны, так скажем, да. То есть, вот что нужно сделать, какие пути решения этого диссонанса наметить, ну, и, может быть, уже приступать к их реализации. А вот, кстати, бизнесмены, которых вы пригласили, я там видела и сеть кафе-баров Сушилка Андрея Несветаев, и руководителя компании Хольцхаус. Это все выпускники Кэппла? Нет. Нет? Нет, нет. Вот Андрей Несветаев, он выпускник Кирово-Чапецкой гимназии номер один как раз, завтра его школа как раз тоже будет участвовать. Это новое поколение, скажем так, бизнесменов в нашем регионе, которые, ну, по сути, да, вот с ноля себя сделали, и нам интересен их опыт, и старшеклассникам интересен их опыт. То есть, как стать успешным на малой родине, как раз вот мы хотим, чтобы ребята это услышали, что, ну, не обязательно ехать в Москву и в Питер, чтобы быть счастливым, чтобы быть востребованным. И это такие, ну, примеры, наверное, то есть все в живом общении, все будет происходить, поэтому мы сами не знаем, если честно, до конца, к чему, к каким выводам мы придем. Ну, на самом деле, мы даже готовы, что не все выводы будут приятные, но что делать, что делать, потому что, вы знаете, вот я просто расскажу один тут пример. В начале учебного года, когда детей собирали, да, вот, и родителей перед, как готовиться к экзаменам, и был задан вопрос в детскую аудиторию, ну, дети, да, одиннадцатиклассники. А кто хочет остаться учиться в Кирове? Я сидела на втором ряду и специально повернулась в зал. Ребята, ни одной руки не было, понимаете? Они все хотят уехать. Это же приговор нам, взрослым. Поэтому, вот, что с этим делать? Ну, мы, конечно, не боги, да, там, но мы хотим это обсудить, потому что и участвуют журналисты в форуме. У нас модератор форума Светлана Занькова, главный редактор Эхо Москвы. У нас будет один из, ну, сильнейших журналистов, ну, вообще даже российской прессы, Андрей Андреев, Сапко Российской газеты в Кировской области. То есть, это общественность, мы хотим все вместе этот клубок разматывать. Смотрю, Вятская торгово-промышленная палата в лице президента Николая Михайловича Липатникова у вас будет представлена. А все-таки вот не вижу чиновников таких, которые вот экономическую и финансовую тему-то в правительстве региона курируют. Если вы собираетесь отвечать на такие очень важные вопросы, вам же, если вы найдете выход, вам же потом нужно будет идти и на стол прямо чиновникам. Вот, смотрите, мы нашли выход-то. Вы приглашали? Да, конечно. Дело в том, что так сложилось, что вот именно в эту неделю у нас с чиновниками, так скажем, проблема. Они решили немножечко отдохнуть. Вот. Но я считаю, что у нас будет достаточно серьезный представитель, который будет участвовать в этом форуме. Это Анатолий Михайлович Чурин. Он советник нашего губернатора по вопросам образования. Но самое главное, что это человек, который очень много лет проработал на благо кировского образования. Почти 30 лет. Да. И он стоял у истоков развития, в том числе и нашего лицея. Очень поддерживал нас. И он как бы вот изнутри знает эту проблему. И я думаю, что он тоже поможет нам найти пути решения и довести эти наши предложения до властей. А вот, кстати, знаете, что интересно? Дети, возьмем выпускников КЭП, которые уезжали учиться в Москву, Питер, другие города. Есть ли среди них те, кто отучился и вернулся? Есть. Есть. Их много? Их немного, но они есть. Ну, с одной стороны, проблема, вот почему наши старшеклассники не поднимают руки, да, не хотят остаться в Кирове. Они не видят себе здесь применения. Они не знают этого. Поэтому вот с бизнесменами надо об этом и разговаривать для наших ребят. А те ребята, кто пожили в Москве во время учебы, они поняли, что лучше реализовать они себя смогут именно здесь, на родине. Где их родители, где друзья, где школа родная. Вот, потому что они все равно не прерывают связи со школой и помогают, и участвуют активно в наших делах. Но такие примеры есть. А где именно находят себя? Выпускники Кепла, отучившиеся в столицах? В бизнесе, в юриспруденции, в административной работе, в работе топ-менеджерами. То есть они находят себя. Я добавлю, у нас в Вяткобанке работает выпускник Кепла, высшая школа экономики. То есть тоже экономист, которая отучилась в Вышке и вернулась в Киров, работает в Вяткобанке. То есть есть такие ребята. И многие возвращаются. Кстати, вот как раз сейчас очень хорошая тенденция пошла, да, потому что люди, которые начинали бизнес в 90-е, они создали этот бизнес успешный. И дети выросли, дети отучились, получили хорошее образование. И эти дети возвращаются в регион. Да, они поддерживают семейный бизнес. И таких фамилий в регионе много. Как урагины, крепостновые, морозовые. То есть эта тенденция очень хорошая, ее надо закреплять. Потому что мозги возвращаются в регион. Это есть. И очень хорошо, что они возвращаются с хорошим, качественным образованием. А вот, Надежда Александровна, вы же тоже такая лицейская мама. К вам ведь не только на зачеты ходят, но и за советом. Когда к вам приходят дети и спрашивают, ну вот скажите, что мне делать, уезжать или остаться, что вы им советуете? Если честно, я всегда сторонница качественного высшего образования. Я сама не кировская. Я сюда приехала. Я приехала в наш педагогический институт имени Владимира Ильича Ленина. Я закончила его и осела здесь. И осела, как получается, навсегда. То есть неважно, где ты родился, хотя говорят, что где родился, там пригодился. Я считаю, что нет. Если ты хочешь что-то реализовать в жизни, ты можешь это сделать в любой точке нашей страны. Другими словами, вы говорите им, езжай. Да, да. Езжай и пробуй. Вернуться ты всегда сможешь. Но попробовать взлететь выше, это всегда хорошо. А есть истории, ну такие вот не слишком удачные. Тоже нельзя о них не спросить, когда вот преисполненные, такое вдохновение, выпускник, едет покорять столицу и, увы, что-то не получается. Есть, но это, скорее всего, исключение, чем правило. Наши ребята успешны. Они конкурентоспособны по сравнению с москвичами. И это нас радует. Вот, конечно, это единицы, ребята. Но мы не можем работать с КЭП до 100%. Всегда найдется. К сожалению, да, всегда найдется что-то. Мы знаем, что у вас такой прекрасный формат еще в КЭПе существует, как встречи учеников с выпускниками. И в том числе они из столиц регулярно приезжают и общаются с ребятами. И это ведь очень тоже их вдохновляет на то, чтобы тоже пробовать свои силы. Помнишь, Юля, такие встречи были у вас? Да, я была на таких встречах в качестве гостя, с которым встречались. Ну что, я думаю, наверное, сейчас прервемся на рекламу. Да, две минуты, и мы снова вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это «Дневной разворот». И говорим мы о лицейском экономическом форуме, который завтра-послезавтра состоится на базе Кировского экономико-правового лицея и Вяткабанка. И вся эта история про экономическое образование в Кировской области, в России. Мы уже поговорили о экономическом образовании в КЭПе, об экономическом образовании в Вышке. Давайте вернемся в наш... В Вышшей школе экономики, уточню, да. Да, пардон, в Вышшей школе экономики. Это я так по старой памяти. Давайте вернемся к нашему опорному вузу, потому что у нас тоже здесь есть экономический факультет. И опорный вуз также активно участвует в вашем форуме. Какие у них темы? Какие темы они курируют? Ну да, конечно, мы не могли бы проводить такую дискуссию без главного вуза Кировской области. Естественно, ВятГУ идет таким плотным фронтом у нас. Экономический блок – это Татьяна Алексеевна Бурцева, директор Института экономики и менеджмента будет участвовать. Естественно, наш давний друг, партнер по финансовой грамотности – Елена Валерьевна Каранина, которая, в общем, можно сказать, выполняет миссию в Кировской области. Там у них очень обширная программа, и они на самом деле многое что делают по повышению качества финансовой грамотности и у школьников, и у старшего поколения. Ну да, и будем делиться опытом. И Надежда Константиновна Савельева – это заведующая кафедрой экономики, Института экономики и менеджмента ВятГУ. То есть, да, они тоже в повестке, и, во-первых, конечно, нам всем интересно узнать опыт, да, потому что у нас же еще приезжает экономический лицей университета Плеханова, новое учебное заведение, которое тоже едет набираться опытом, потому что всем не хватает вот этого контента экономического. И наш университет опорный, он будет рассказывать о своем опыте, о своих программах, Институт повышения квалификации учителей будет рассказывать о том, что они в этом плане делают, правительство будет рассказывать свои мероприятия, то есть мы понемножечку соберем как бы вот эту всю систему, то есть мы все немножечко занимаемся по отдельности этой темой. И Вяткабанк, да, то есть мы тоже там со старшим поколением, с пожилыми целый проект, вы знаете, с ЭХОМ там совместные мероприятия есть, и со школьниками, да, там вот эта вот финансовая вся безопасность при работе с банковскими продуктами и услугами. То есть, но нет какой-то, вот на сегодняшний день есть ощущение, что нет общей какой-то стратегии и общей тактики по вот этому, устранению этой проблемы, скажу таким чиновничьим языком. — Анижа Александровна, а КЭПЛ каким образом участвует в повышении финансовой грамотности, как-то за пределы учебного заведения ВДА? — Кроме того, что учите детей. — Вы ходите? — Да, конечно. Во-первых, мы учим не только детей, мы работаем с учителями общества знания, кто преподает экономику. К сожалению, сам предмет экономика, он практически ушел из наших школ, кировских школ. И, конечно, бы хотелось, чтобы действительно более серьезно наши школы занимались экономическим образованием. — Это региональный компонент? — Нет, это... — Мы по своему желанию можем его включать или все-таки... — Это школа может включать. — Школа решает. — То есть это добрая воля ваша? — Да, да, да. Но, конечно, тоже здесь много проблем. В первую очередь, проблемы преподавателей экономики. Это очень серьезная проблема. — А вот скажите, сейчас в настоящий момент есть учебное заведение, которое грамотного, блестящего преподавателя экономики выпускает? — Я нашла два в интернете. — Высшая школа экономики? — Нет, нет. Дело в том, что... — Нет, прямо нет, чтобы еще и педагогическую основу... — Чтобы учитель экономики, я нашла два таких учебных заведения. Это в Москве пединститут и в Питере. Пединститут имени Герцена знаменитый. — Больше. Там очень мало бюджетных мест, на самом деле. То есть учитель экономики такой специальности у нас нет. Экономика интегрирована в общество знаний, да, Надежда Становна? — Да, экономика интегрирована в общество знаний, поэтому экономика занимается учителем общества знаний. А фактически учителем общества знаний — это учителем истории. Поэтому экономика как предмет... — Здесь и мне досталось. — Да, да, да. — Как учителю истории. — Да, да. Вот. Поэтому... — Но это две большие разницы. Это два разных предмета. — Да, конечно. Это разные предметы, абсолютно разные. Тем более, современная экономика, она очень математизирована, а учителя истории, они больше гуманитарные, гуманитарные сферы представляют. Поэтому вот этот дисбаланс, он тоже существует, и это тоже одна из проблем. Как же наши дети будут знать экономику, если их некому учить? А как Вы оцениваете качество экономического образования в нашем регионе? Вот как раз Данил Федоров, он по моей просьбе сделал выборку по экономическим олимпиадам, потому что у него есть такая информация. Вузовским или школьным? Школьным. Среди школьников. Всероссийская олимпиада среди школьников. И там мы занимаем четвертое место, Кировская область. Но это в основном благодаря, конечно. Я вообще спрашивала, не уточнила, но спрашивала о высшем экономическом образовании. А вот мы бизнес завтра спросим, как раз, потому что выпускники потом идут на предприятия области. Есть некоторая статистика, и у нас, у Вятка банка, мы тоже ее собрали, мы о ней расскажем. Я не буду раньше времени всех секретов раскрывать. Сделайте затравочку небольшую. Вот именно по этой статистике? Ну окей. Из 23 практикантов, которые прошли практику в нашем банке за последние два года, после окончания вуза был принят один человек. Но они все хотели. Они хотели, но они не соответствовали критериям. А в чем проблема? Слишком высокие критерии у банка? Подробности не знаю, завтра узнаем. Понятно. Но, видимо, стоит полагать, что и учить, наверное, нужно лучше. Есть о чем поговорить, на самом деле. Кстати, мы ведь нашим слушателям и пользователям нашего сайта и нашей страницы ВКонтакте предлагаем оценить вот сами свои личные знания в сфере экономики и финансов. Как вы их оцениваете? Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно? И я полный ноль в этой теме. Тоже есть такой вариант ответа. Вот смотрите, какая ситуация на сайте. Нет, вернее, на странице ВКонтакте для начала почти 50% лидирующего варианта ответа оценивают свое знание в сфере экономики и финансов на троечку. Тройка на странице на эхокирова.ру точно так же лидирует вариант удовлетворительно. Согласны вообще с этим в общем и целом, если брать общую массу людей, населения, региона? Уровень знаний, конечно, троечный. Троечный. Если не сказать, что и того хуже. Ага, вот Татьяна мне показывает опрос на странице Вятка банка ВКонтакте. Должна ли финансовая грамотность стать частью школьной программы? 44% большая часть проголосовавших. Да, но только как факультативные занятия. Вот так. То есть по желанию, да? Да, 31%. Да, в рамках обязательной программы. И 25% несколько лекций в старших классах не помешают. За вариант сами научатся или родители должны научить, никто не проголосовал. Слава Богу. Слава Богу, да. Это, знаете, это говорит о том, что у нас проблема еще с пониманием необходимости формирования экономического мышления. Вот она, вот, это вот срез, как говорится, минимальный. Всего лишь в соцсетях. Скажите. Да. Я просто сейчас на очень высокий уровень, мне кажется, сейчас скакну. По мне так это вообще вопросы должны решаться на государственном уровне. Это вопрос национальной безопасности будущего страны, когда не отдельные какие-то организации, вузы, лицеи, общественники занимаются повышением финансовой грамотности, а вообще четкая должна быть государственная линия. Володя, ты так говоришь, как будто у тебя детей нет. Есть. Ну. Но они еще маленькие. Нет, ну ты меня извини, но ведь всем, кроме родителей, по большому счету, наплевать на наших детей. А, ты об этом говоришь. Конечно. Кроме Кэпла. Ну, вот, по большому счету, а кто, кроме родителей, это все вложит в ребенка? На самом деле такая стратегия есть. Она есть. Вот на сайте Министерства финансов, она даже опубликована. Федеральное Министерство финансов. Конечно. Это документ, это очень серьезный документ, но всего лишь пока документ, насколько я понимаю, потому что мы видим результат. То есть, наверное, это начало большого пути. Документ появился. То есть, в принципе, у нас есть некий вектор, по которому мы можем его придерживаться и идти вперед. А жизнь покажет. А я хотела еще про детей спросить. Вот, я выпускалась в 2003 году, и сейчас такое ощущение, что тогда я жила просто на другой планете, если сравнить вот с настоящим моментом. Сейчас ваши дети, 10-11 класс, выпускники, вот они какие? В каком плане какие? По-человечески. Как изменились дети? Ну, например, за последние лет 10. Можно вот о чем? Сложнее ли вам их понимать, например? Вы знаете, нет. Нет. Дети не изменились. Дети всегда есть дети. Все зависит от того, что мы в них вкладываем. А мы вкладываем в них то, что хотим увидеть. Поэтому я всегда говорю, гораздо сложнее работать со взрослыми. Они уже сформировавшиеся. А с детьми проще. С одной стороны, да? Интереснее. И можно увидеть результат своей работы с детьми. А дети, они хорошие. Они активные. Они стараются учиться. Они хотят чего-то достичь в жизни. Хотят реализоваться. И это же важно. Это главное. Ну, просто сейчас банально у этих детей больше возможностей. То есть в наше время, да, там про мобильные телефоны мало кто из детей слышал. Сейчас, наверное, у всех учеников Кэппла как минимум смартфоны, как максимум Эпплы. Ну, то есть просто другое время, другие возможности, гаджеты. И вот дети стали более продвинутыми. У них просто больше информации появилось. А как они пользуются этой информацией, вот это уже и задачи семьи, и задачи школы. Поэтому здесь, ну, понятно, что время накладывает отпечаток на ребят. Надо просто быть в ногу, идти с ними. Не отставать. Не отставать. Да. Чтобы не оказаться позади. Совершенно верно. Давайте в завершении у нас две минуты, как раз до финала остается, и вернемся к лицейскому экономическому форуму. Еще раз напомним, что он не замыкается только на Кэппл. Несколько учебных заведений принимают участие. Может ли, простым языком выражаясь, человек с улицы туда попасть? Или все-таки это такое закрытое мероприятие? Оно полузакрытое, потому что мы определили контингент, кто участников, да, кто будет принимать участие, потому что просто помещение не позволяет пригласить всех желающих. Помещение лицея. Да, помещение лицея, конечно, да. И в первую очередь, все-таки, наверное, это делается для детей. Конечно. То есть возрастное ограничение где-то там 12 плюс 16 сколько? Нет, нет, нет. Это 10-11 классы, да? Перед которыми как раз сейчас вот реально стоит проблема выбора дальнейшего пути. По итогам форума будут какие-то материалы, то есть закрепление будет в бумаге, в документах? Что это будет, чтобы ее оставить для истории, для будущего, собственно? Мы планируем выработать итоговый документ, некие рекомендации участника форума всем заинтересованным сторонам, так сказать. То есть и органам власти, и системе образования. Да, это будет обязательно, потому что нам, ну, в любом случае, мы не можем просто поговорить и разойтись. Должен быть какой-то результат. Это будет в открытом доступе? Конечно. Почему бы это не сделать? Конечно, конечно. Да, чтобы любой желающий, интересующийся смог зайти и посмотреть. Мы даже приглашаем к обсуждению этого итогового документа, потому что если у форума будет продолжение, это здорово. И вас приглашаем на форум, и потом в эфире, надеемся, что тема пойдет дальше. Да, вот нам очень хочется в эфир забрать вашего самого главного гостя из Высшей школы экономики автономого, того самого, который пишет учебники. Я думаю, что сейчас мы после эфира обсудим. Все будет. На одном языке мы с ним будем говорить, потому что когда у человека столько-столько регалий, что такое ощущение, что его просто... Моя, твоя, не понимать. Не понимать, да. Это человек очень демократичный, он очень любит бустников Кирова, он с удовольствием едет сюда, и поэтому он сможет говорить с любой аудиторией. Да, кстати, он даже в Википедии есть, но он, говорят, действительно, кэпловских детей и вообще кировских детей очень любит, поэтому придет, конечно. Чтобы еще подчеркнуть уникальность данного события, именно такой формат, именно такая тематика будет затрагиваться. Часто такое вообще в России у нас происходит? Нет. Нет? Мы первый раз это делаем вообще. Вот мне хочется, чтобы вы проговорили именно это. Первый раз. Первый раз. Мы год назад с Надеей Александровичем и Александром Ивановичем Пономаревым и вот с руководством Вятка Банка проговорили эту идею, и мы практически год готовились к этому форуму. Ну что ж, успехов. Уже завтра стартует лицейский экономический форум. Масштаб всероссийский, да, ни много ни мало в честь 25-летия Кировского лицея, экономико-правого лицея. На этом мы завершаем первую половину программы «Дневной разоворот». Благодарим наших гостей. Всего вам доброго. Впереди у нас новости. Мы вернемся уже через 20 минут.